Здоровье не купишь, но экономить на нем нельзя. В этом уверены в мэрии. Там прошло заседание комиссии горсовета по вопросам здравоохранения. Депутаты рассмотрели программу развития первичной медико-санитарной помощи. Она предусматривает работу по четырем основным направлениям. На реализацию задач из бюджета планируют выделить свыше 70 миллионов гривен. Подробности в сюжете. Первичная медико-санитарная помощь – основное звено в структуре здравоохранения, отмечают специалисты. Говорят, после реформирования на плечи семейных врачей ляжет большая часть нагрузки. Поэтому медики и лечебные учреждения должны быть подготовлены соответствующим образом. Чтобы решить этот вопрос, в Запорожье намерены принять спецпрограмму развития первичной медико-санитарной помощи. Ее представители городской власти озвучили на комиссии горсовета по вопросам здравоохранения. Мы просим из бюджета города порядка 70 миллионов, в которых войдут несколько основных направлений. Это и реконструкция самих зданий и помещений, в которых предоставляется вся эта услуга. Это и оснащение их всем необходящим. Это мотивация работников системы здравоохранения как раз первичного звена. И это, конечно, системное вообще обобщение всего в работе в одном комплексе. Поэтому наша задача не оставить один на один больного со своей проблемой. Программа предусматривает реконструкции центров медико-санитарной помощи. В мэрии, говорят, проанализировали всю работу, которая уже проводилась в этом направлении. В итоге выделили ряд объектов, требующих ремонта. Мы подобрали комплекс из 11 объектов, это я сейчас говорю о капитальных ремонтах, пяти центров ПМСД на общую сумму 7 миллионов 240 тысяч. Однозначно мы понимаем, что сумма эта будет, если и варьироваться, то в меньшую сторону. Мы говорим сейчас о смектной проектной документации, которая уже есть. Поэтому это переходящие объекты. И тут надо просто в тандеме с нашим жестким контролем и работой уже прозрачной, нормальной УКС. Довести эти проекты до ума, и 15, 20, 30, в зависимости от проекта процентов, мы должны здесь тоже сэкономить. Также в планах строительства новых амбулаторий и центров. Кроме ремонта в помещении программа предусматривает и обновление медоборудования, закупку электрокардиографов, сумок со всем необходимым для врачей и медсестер, емкости для транспортировки вакцин, автомобилей, компьютеров и медикаментов. Особое внимание будет уделяться подготовке кадров, повышению квалификации медиков и пропаганде здорового образа жизни. Улучшая качество оказания первичной медико-санитарной помощи, мы таким образом приблизим ее к населению. И хотелось бы все-таки отметить и роль наших пациентов в борьбе против болезней. Я обращаюсь и к депутатам, и к нашим общественникам за помощью, чтобы активизировалась информационно-разъяснительная работа не только медицинскими работниками, но и всеми. Все наше население должно проникнуться важностью быть здоровыми. В целом, на реализацию программы из горбюджета необходимо выделить около 70 миллионов гривен. На профильной комиссии программу поддержали большинством голосов. Концепцию намерены вынести на сессию горсовета в конце февраля. Также депутаты рассмотрели вопрос реконструкции диализного центра. Ремонтные работы продолжаются, но в то же время идет корректировка проекта, отмечают в мэрии. Говорят, из бюджета намерены выделить порядка 8 миллионов гривен. В целом, проект обойдется городу в 12 миллионов вместо запланированных ранее 16. Сэкономить средства удалось и благодаря тщательной проверке ранее подготовленных документов.